добрый день дорогие друзья вы на канале первый караван меня зовут марк и сегодня у нас на обзоре домик от английского производителя обой модели 418 караван 2007 года выпуска с двумя спальными зонами а начнем наш обзор с передней части передней части каравана находятся три окна которые открываются по отдельности имеется у нас кит не ситка и солнцезащитные шторы как и все остальные окна и люки в этом караване под этими окнами находится рундук технического назначения для двух газовых баллонов максимальный объем 27 литра если это баллоны железные и 2 баллонов максимальный объем до четыре с половиной литра если это баллоны композитные также здесь остается место для запасного колеса как либо ключей и так далее прицепное устройство производителя алка наполнительной боковой фиксации с тряночным тормозом колесом для вставания прицепа и абсолютно как любой караван он оснащен тормозами максимального типа фишки для подключения здесь две по 7 пина одна из них черная идет на работу наружной оптики 2 серая на оборудование внутри то есть на поддержку температуры холодильника на ходу от 12 вольт если вы преждевременно охладили его от газа либо 220 и также на зарядку аккумулятора непосредственно от автомобиля в случае если на вашем автомобиле розетка 13 пин выберете переходник из двух семерок в одну 13 подключать к автомобилю все это у вас работает если же на вашем автомобиле розетка 7 пин вы подключаете только черную и работает только наружная оптика на этом передней части у нас все теперь можем посмотреть что с правой стороны с правой стороны по ходу движения каравана в передней части находится наружное подключение чистой воды в караване комплекте у вас есть шланг с погруженной помпой вы его подключили в этот разъем а помпу опустили в емкость водой которую просто поставили на землю воды караван туда он у вас забирает чистую воду попадает на сразу в бойлер здесь находится выход от бойлера при его работе от газа крышку эту обязательно снимаем иначе он попросту у нас запустится здесь рундук для аккумулятора и подключение каравана к сети 220 кабель для подключения идет в комплекте аккумулятор помещается максимальной елкостью 100 ампер часов но опять же надо замерять рундук потому что 100 ампер часов тоже отличаются по своему размеру далее две решетки выхлопа и вентиляции холодильника уже за осью находится две трубки слива серой отработанной воды одна из них из душевого блока вторая из кухонного она выливается просто наружу поэтому можете приобрести плоский подкрутной бак объемом 45 литров установить его под караван и собирать отработанную воду в него можете подсоединить и самый обычный шланг строительного магазина подключить и отвести слив куда вам требуется задней части с этой же стороны находится рундук с кассетой отбива туалета а над этим рундуком заливная горловина в отдельный бак для смыва этого туалета объем 10 литров на этом с правой стороны все посмотрим теперь что сзади в задней части прицепа окно отсутствует что позволяет увидеть светодвижатели для двух либо трех велосипедов все остальное по стандарту наружная оптика и рукоятки для ручной транспортировки прицепа также снизу есть направляющие под шестигранники для того чтобы выставить караван на опоры называемые лапы абсолютно каждый караван их имеет два сзади вас спереди по мере того вы приехали на местность вы специальным ключом который ждет вас комплекте выставляете караван на эти опоры и он у вас не раскачивается стоит устойчиво на этом задней части 50 все теперь посмотрим что слева слева стороны по ходу движения каравана в задней части находится рундук с доступом под кровать во второй спальной зоне доступ можно получить как открыть этот рундук так и подняв ламеть метра сам внутри далее идет входная дверь она делится на две части закрыв нижнюю часть тем самым можете контролировать выход животных либо маленьких детей входной двери также имеется фиксация в открытом положении чтобы ее не захлопнула ветром есть свое мусорное ведро и вертикальное окно с защитной шток также как и на всех окнах и люках в этом караване здесь присутствует москитная сетка возле входной двери сверху находится наружное освещение здесь отдельный рундук для каких-либо технических вещей чтобы не мешать их с чистыми и там же находится наружная розетка 220 если вам надо воспользоваться чем-либо снаружи здесь передней части находится подключение газового гриля либо газовой выносной плиты заправить баллоны через этот вход не получится он работает именно на подачу газа а не на его прием на этом снаружи у нас все теперь можем пройти внутрь и посмотреть что же у нас там передней части каравана находится два дивана друг напротив друга которые могут служить нам как обеденная зона если мы достаем маленький стол из этой тумбы либо же устанавливаем сюда полноценный обеденный который сейчас спрятан в своей отдельной нише для транспортировки эта зона может являться и спальным местом если мы достаем ламель по центру и укладываем боковые подушки также непосредственно в центр получается одна сплошная кровать тумбочка это при желании съемная если надо немного больше спального места более подробное фото разложено видео размеры спального места и в принципе всего каравана вы можете увидеть в описании под этим прицепом на нашем сайте под этими диванами есть места для хранения вещей как и сверху по всему периметру этой зоны видите шкафчиков по освещению это четыре лампы в круг которые все регулируются по направлению и включаются выключаются отдельно есть угловые плафоны и на потолке люк 40 на 90 который придает нам естественно освещение в эту зону также есть центральная лампа на этом в этой зоне у нас все теперь посмотрим на кухонный блок кухонный блок состоит из плиты на которой расположены три газовые комфорки и одна электрическая работаемая она только от сети 220 под плитой находится газовый гриль и газовый дуковый шкаф далее такая вот ниша для хранения кухонных принадлежностей с выдержанными ящиками дешевле после нее идет холодильник от производителя тетфорд на 80 литров с отдельно морозильной камеры внутри работает он как от сети 220 так и от газа а от 12 вольт он поддерживает уже набранную температуру опять же при условии что на вашем автомобиле розетка 13 пин слева от плиты находится раковина и рабочая поверхность кухонного блока сверху кухонным блоком также два шкафчика для хранения посуды здесь уже установлены крепления для тарелок и кружек сверху на потолке у кухонного блока есть приточная натяжная система которая работает в трех режимах мощности и в двух режимах направления то есть на вдув и на выдох может служить нам качестве принудительной вытяжки во время готовки после плиты у нас с этой же стороны находится шкаф для вещей с уже установлен штампе для вешалок внутри там же происходит регулировка тебе антенны для улучшения качества сигнала здесь же находится транспортировочное место для обеденного стола про который я вам рассказывал в передней части рецепта на этом с этой стороны у нас все теперь давайте посмотрим что напротив напротив кухонного блока также в центральной части каравана находится ниша для телевизора поскольку здесь уже выведена 12-вольтовая розетка и подключение теле антенны сверху над этой нишей находится дополнительный шкафчик для хранения вещей в котором у нас установлена магнитола колонки выведены в передней зоне слева от магнитолы находится микроволновка которая работает только от сети 220 и по сути это все что вы теряете без подключения каравана к сети поскольку все остальное оборудование может полноценно работать и от газа под этой нишей также дополнительные ящики для хранения вещей и основной блок отопления трума караван отапливается раздува теплого воздуха раздувать по всем зонам поэтому он прогревается равномерно работает как от сети 220 как и от газа здесь входная дверь над входной дверью все управление электрикой в караване более подробную инструкцию как чем пользоваться и в принципе демонстрацию всего оборудования вы получаете при покупке вот наших техников на этом здесь у нас все теперь можем посмотреть на вторую спальню вторая спальная зона у нас с кроватью для двоих в простонародье французская поскольку имеет подступ с одной стороны подняв ее мы получаем доступ к месту для хранения вещей там у нас сейчас находятся коврики от этого каравана они все оригинальные размер размер просто мы их убираем чтобы не сдаптать во время того как показываем караван вам места для хранения есть опять же и по всему периметру сверху над этой зоной в виде таких вот шкафчиков два плафона которые регулируются по направлению и включаются и включаются отдельно находится у изголовья кровати сверху на потолке люк 40 на 90 который открывается внизу москитные сетки и солнцезрительные что напротив французской кровати находится умывальник умывальник у нас вынесен а значит санузел будет полураздельным под умывальником есть ниши для хранения ванных принадлежности и над умывальником зеркала со своим отдельным освещением и здесь есть такое маленькое окошко на этом у нас здесь все теперь можем посмотреть на санузел санузел как я уже сказал полураздельный и находится в задней части каравана войдя в него мы сразу попадаем в душ то есть включать душой поддон душевая лейка у нас регулируется по высоте и по направлению сверху на столке есть люк 40 на 40 в режиме постоянной вентиляции воздуха соответственно есть отдельное освещение в санузле а душ перекрывается вот такой вот двустворчатой стеклянной дверцей от туалета далее после душа идет сам туалет от производителя тетфорд с электрическим смывом и индикатором заполнения он же является у нас и поворотным для более удобного вашего размещения на этом санузел у нас все теперь мы можем подвести итоги итак друзья сейчас мы сами посмотрели на еще один караван у нас на площадке опять же от английского производителя обе модели gts 418 напоминаю что данный караван 2007 года выпуска имеет две спальни зоны в одной из них находится статичная кровать для двоих и полураздельный санузел в задней части идеально подойдет для проживания 4 5 человек момент публикации данного видеоролика караван находится у нас на площадке по адресу город санкт-петербург я не на 1 улица шоссе на 50 а этот и другие модели именно актуального предложения вы можете отследить на нашем сайте либо в нашем телеграм-аккаунте ссылка на который будет в описании под этим видеороликом ну а на этом все друзья приезжайте к вам площадку посмотрите этот и другие модели в очередь всего доброго путешествуйте